Паша, привет! Во-первых, с днём рождения! И первый вопрос, который, наверное, я хочу задать, он будет логичным. 28 лет, то есть это не 30, это не 25, это какой-то, скажи, это какой-то некий рубеж, и если рубеж, то чего? Знаешь, ты хотя бы перед тем, как задавая вопросы мне, ну, задавать вопросы мне, хотя бы дал мне мне ответы, потому что я не знаю, как ответить тебе на вопрос, что в 28 лет, какой рубеж. Ну, классное ощущение на самом деле, потому что по сравнению с предыдущим годом, в этом году я могу сказать, что я обрёл полноценное понимание того, к чему я иду. Помимо всего прочего, я встретил такое колоссальное количество потрясающих людей, которые мне нужны в этой жизни. Больше не надо, вот прям отлично всё. Вот спасибо каждому, кто сегодня, в том числе, отдыхает здесь со мной, в ресторане «Приятности и радости» и наслаждается атмосферой, поёт песни и радуется моему празднику. Ну, не менее, как будто это у них просто день рождения. Просто каждому спасибо. Паш, смотри, на протяжении твоего, я думаю, многолетнего творческого пути были различные какие-то проекты, различные какие-то грани своего таланта, что... Вот, видишь, ты уже попытался стать... Я не такой, Паш, как гласит эта песня, я не такой. Смотри, различные грани твоего таланта, да, были затронуты на протяжении этого творческого пути. И сейчас ты, насколько мне известно, и насколько, я думаю, будет известно всем, планируешь свой проект, именно музыкальный, свой авторский музыкальный проект, который называется «Пашу Лайти», где ты автор и композитор своих собственных треков. Да, расскажи об этом подробнее, потому что, ну, то, что я обошел людей, они знают очень многое об этом, кто-то не знает, кто-то менее, кто-то более. Давай приоткроем эту занавесочку и расскажи вообще, какие планы, что происходит, что ждать от тебя и рассказывай. Слушай, ну, на самом деле, ты правильно сказал, что опыт у меня в жизни очень большой, и много всего было, и я, конечно, благодарен этому опыту, и благодаря, наверное, ему, я пришел к тому, к чему пришел. Да, я захотел петь, захотел петь максимально качественно и профессионально, насколько я могу это делать и развивать это в себе, вот, соответственно, воплощая в жизнь свои собственные какие-то идеи, ну, своего собственного внутреннего мира. Поэтому, конечно, да, как ты сказал, что пишу я песни, я их записываю, соответственно, они, заливаю их потом там на различные iTunes'ы и так далее, люди слушают. А на iTunes'е есть уже, да? Знаешь, это не профессиональный вопрос, я думал, что ты подготовился там сюда. Я знаю, я слушал Мальвину, на самом деле. Мальвина ни о чем. Ладно, отдельная история, на самом деле, в этом году, вот, я думаю, что 28 – это тот, как говорится, рубеж, который ты сказал, что рубеж. И надеюсь, что в этом году я смогу все-таки реализовать себя максимально, вот, насколько я запланировал, реализовать себя на 28 и выпустить альбом, все-таки, если получится. Ну, точнее, уже процесс идет, уже запись идет, и песни есть, уже песни записаны, ну, на полный альбом песни есть. Вопрос технического, как говорится, процесса. Если сейчас все срастется и сойдутся звезды, то в этом году, да, будет альбом. Немножечко про альбом тогда. Может, про день рождения? Про день рождения, поверь, там столько всего я наснимал, там просто… Столько женщин, когда целуют меня и говорят о тебе, это отвратительно было для меня. И при этом… Человека, у которого была жена три месяца, поэтому, конечно… Вот это тоже не надо, ну, ладно, все. Паша, про твой альбом, что там будет интересного, какие-то, может быть, совместные работы планируются, какие-то, может быть, клипы? Слушай, клипы, будет два клипа, опять же, ну, на две композиции, которые, по моему мнению, кажутся хорошими и на которые у меня хватает денег, потому что инвесторов нету. Мы все, как говорится, пытаемся, как истинные питерские творческие люди, копим деньги, зарабатываем их, вкладываем, ну, свое же творчество. Да, из альбома, соответственно, каких-то совместных работ не будет. Естественно, я благодарен людям, которые принимают участие в моих проектах, но они выходят все под моим собственным именем «Пашвайти». Совместные работы, я надеюсь, что будут после того, как выйдет первый альбом, и люди скажут, что это, типа, круто, и тогда я позвоню, допустим, какому-нибудь артисту, говорю, чувак, давай запишем совместную песню. Он говорит, я слышал тебя, ты крутой, давай, понимаешь, да? Мне не придется его уговаривать и предлагать ему за это бабок. Альбом будет на русском? На русском. На русском это будет, естественно, ну, я даже не могу сказать, что естественно, это будет попса, но такая интересная попса, скажем так. Интересная попса. Ну, я слышал Мальвину, кстати, ну, интересная попса. Концептуальненько. Да, ну, я не сильно разбираюсь в попсе, но это интересная попса. Это именно тот жанр, который, наверное, да, подходит в этот треке. Паш, ну и обратись к своей многотысячной аудитории, которая через какие-то лета пересмотрит это видео и скажет, блин, а вот я видел этот видос, я первый раз посмотрел именно этот трек вот после вот этого видео. Знаете, люди, все, кто смотрит меня сейчас, в эту самую минуту, я не хочу говорить о будущем, не хочу говорить о том, в какой момент вы смотрите это видео. Я хочу сказать немножко о той ночи, когда мы сидим здесь и говорим об этом. Мне, сука, 28. Потрясающий праздник, которому я обязан всем людям, которые присутствуют здесь. Я хочу поблагодарить каждого, кто пришел. Ой, там дальше кавказцы идут, давай быстрее. Вот спасибо вот таким потрясающим, конечно же, и девушкам, и подругам, друзьям, моим близким, действительно, ну, действительно всем, потому что все это происходит за ваши деньги. Да, ну и вопрос про день рождения, естественно, я не могу не задать. Паш, 28 лет, вот я с этого, собственно говоря, начал. Почему, почему именно 28? Все-таки вот ты не ответил на этот вопрос. Почему именно вот в 28 лет ты решил, это какой некий предрелиз твоего альбома, либо это некий рубеж твоего творчества, опять же, либо это просто классный повод в январе собрать своих друзей, тусовку и очередной раз напомнить, что ты молодец. Слушай, 28, потому что до этого был 27, а дальше будет 29. На самом деле все просто, но на самом деле, ну, есть определенные традиции собираться в моде рождения после того, как январские праздники закончились, и собираются друзья так же, как и в выходной день здесь. Сегодня это посадская, дальше это может быть другое заведение, но тем не менее все дружно, и я понимаю, что очень много лиц из года в год приходят и наслаждаются этим всем происходящим вместе со мной. Появляются новые люди, но из года в год я стараюсь собирать, конечно же, людей, которые для меня что-то значат, и благодарить их за это, потому что каждый год для меня это новый рубеж, новый этап в жизни. Я старею, волосы выпадают, люди вокруг меня молодеют. Мы видим по обрезу на твоей майке, что с волосами у тебя все в порядке, поэтому... Да, в принципе, на самом деле, не знаю, к тому каким-то начинаниям, каким-то действиям, которые будут происходить в 28 лет, которые я запланировал, я просто к ним пришел. Как приходил к каким-то действиям в 27, которые, может, что-то реализовал, что-то не успел, но тем не менее, идем дальше, двигаемся и наслаждаемся жизнью, жить в кайф. Спасибо тебе, Пашка. С днем рождения. Промоутер, крутой ведущий, музыкант, вокалист. Ждите альбома. С днем рождения, братан.